Силу воздействия урбанизации на организм человека Пообщавшись с лошадью, вы чувствуете себя совершенно другим человеком Потому что вы приобщаетесь к природе По новым исследованиям выяснили, что лошади, они имеют семейную организацию, так же как люди И поэтому лошадь, она понимает человека У лошади есть ум, достаточно для того, чтобы понимать человека И я хочу просто вам немножко сказать, в чем заключается ценность конной терапии В том, что человек, находясь на лошади, находится в другой системе координат Он сидит на лошади, лошадь двигается, лошадь теплая Деться ему с этой лошади фактически некуда И он вынужден все свои навыки, которые у него есть, применять для того, чтобы как-то смириться и выжить в этой новой ситуации, скажем так И каким образом происходит эффект от ипоторопии лечебно-верховой езды Написаны огромные тома книг, то есть существует очень много исследований на эту тему Но я скажу вам кратко, да? Вы приходите на конюшню, вы приводите своих детей, вы попадаете в лес То есть наша конюшня расположена в лесу Вы видите природу, птички поют, белочки бегают, лошади бегают, то есть собаки, кошки И ребенок, который в городе всего этого лишен, он попадает вот в эту вот среду совершенно уникальную И естественно, что через все это у него гармонизируется его эмоциональный фон Ну и находясь на свежем воздухе, вы получаете оздоровительные процедуры, закаливание Потом любая верховая езда, как рекреационная, так и лечебная Она приводит к тому, что у человека повышается самооценка Потому что я сижу высоко, я сижу на лошади, я выше всех людей, я управляю таким большим животным То есть это повышает самооценку и в итоге повышает социальную адаптацию Потому что не секрет, что в нашей стране люди и дети с ограниченными возможностями Это считается все равно не людьми второго сорта То есть нам жить в нашей стране очень трудно И для этого у нас есть прекрасное средство, лошадь Немножко скажу об истории конной терапии Вот здесь фотографии Лиз Хартел, которая была в 24 года парализована в результате полимелита Но это не помешало ей в 52-56 году стать серебряным призером Олимпийских игр В то время никто не слышал ни про какую ни по терапию, ни про олимпийский конный спорт И она победила вот этих прекрасных мужчин Потому что в то время занимались конным спортом только одни мужчины То есть она мало того, что стала первой женщиной, которая стала участвовать в соревнованиях по конному спорту такого уровня Она еще и стала первой женщиной-инвалидом, которая победила здоровых садников И вот я хочу ее процитировать Я верю в верховую езду для инвалидов не только потому, что она исцеляет Но это потому, что человека лечит живое существо, прекрасное и любящее То есть между человеком и животным возникает эмоциональная связь И почему лошади? То есть вы сегодня увидите презентацию еще Ярославского дельфинария Есть только два живых существа, которые имеют такое воздействие на организм человека лечебных Это лошади и дельфины Лошадь передает за минуту около ста колебательных импульсов И у всадника работают все группы мышц То есть ваш ребенок сидит на лошади, он не знает, что он лечится, что он испытывает терапевтическое воздействие Он просто едет, он смотрит в лесу на растения, на животных, на птичек, считает галок, ворон А в это время подскудно происходит терапевтическое воздействие на его организм Вот мы в этом журнале, который издает вот этот фестиваль Мы написали совершенно чудесную историю, фактически святочный рассказ В августе к нам приехал мальчик Миша из Сибири У него тяжелая форма аутизма Ему 6 лет, он вообще не разговаривает Ну, то есть вот лечит, он неуправляемый все И за 10 занятий Миша изменился до неузнаваемости То есть я понимаю, что это мы вам, как сказать, рассказываем вот такую квинтэссенцию То есть это чудо, да? Но на самом деле это никакое не чудо Потому что он попал в эту систему координат Он в лесу каждый раз садился на лошадь По полтора часа он мог ездить, он с нее не связал Он веселился, улыбался, смеялся Он по этому коню лазал, я не знаю что И потом мне папа звонит и говорит Вы знаете, Миша стал более терпеливым Он стал ждать Он стал как-то слушаться Он стал прислушиваться То есть вот этот мир, в котором он жил Вот этот узкий, да, его собственный мир В него попали какие-то все-таки лучи внешнего воздействия И, конечно, если бы у них была возможность заниматься дальше То я думаю, что Миша в какой-то момент стал бы гораздо лучше себя чувствовать И, в принципе, если 10 занятий принесли такой результат То, конечно, если бы он занимался где-то в течение года или двух То, наверное, это было бы магическое какое-то просто уже и воздействие Также пример у нас есть У Светланы Валентиновны Занимался Даня Гришечкина Он так и занимается до сих пор Но про Даню написали статью В российской газете в свое время Можно? Вот Ну, это мы сейчас посмотрим Вот Он вообще не разговаривал Вот И сейчас Дане сняли инвалидность То есть он адекватный мальчик Он разговаривает, он ходит Но это таким трудом тяжелым Бабушка его каждую неделю по три раза в неделю водила Дождь не дождь, снег не снег Она занималась упорно И они занимались И в итоге вот результат Даня все-таки стал полноценным почти членом общества Вот Немножко расскажу, какие лошади лечат Идеальная лошадь Это если вы придете к нам Вы увидите, да Вот у нас две лошади Которые мы используем для ипотерапии Если вы пойдете куда-то в другое место Вы должны знать, что лошадь Для ипотерапии, для лечебной верховой езды Обязательно должна быть здоровой Никаких ни проплешин, ни пятен Ни опухших ног Ни вот этого тусклого блеска в глазах То есть она должна быть здоровая Веселая, с блестящей шерсткой Чистенькая От нее не должно пахнуть вот этой вот помойкой Как от покатушных лошадей Она должна быть, ну пахнуть лошадью Просто должно, да Вот И лучше всего, чтобы она была добронравная То есть лошади с неустойчивой психикой Не используются Потому что мы работаем с инвалидами То есть здесь еще двойная как бы безопасность У нас должна включаться Она не должна хромать Потому что лошадь, которая предназначена Для терапевтических занятий верховой ездой У нее ценится ровный шаг, ровный ход Чтобы она передавала правильные импульсы человеку Если она идет и как-то кандыбает Это совершенно не нужна лошадь Не для спорта, не для ипотерапии Она также должна быть среднего размера Где-то 150-160, максимум 165 сантиметров в холке Вот И кобыл или мерин На жеребцах не занимаются Жеребцы все-таки потенциально опасные животные считаются То есть вот эти вопросы вы должны Если вы когда-то столкнетесь Ипотерапии Вы начнете заниматься Это вы всегда должны держать в голове Плюс вы должны знать Какие специалисты Какое у них образование И обязательно ребенок у вас должен иметь Защитное снаряжение Для занятий То есть вот здесь немножко Неправильная фотография Вот каска должна быть Обувь закрывающая подъем То есть вот таким вот образом Должен быть одет ваш ребенок Вот Даня Гришечкина Про которого мы рассказывали И лошади лечат еще как Они помогают детям Получить уверенность в себе Потому что дети инвалиды Пусть хоть в какой степени инвалидности Дети другие, они очень жестокие И поэтому человек все равно чувствует себя Немножко в замкнутом пространстве Он не общается Он не может найти вот это общение Чтобы он боится Может быть что его будут дразнить или что-то Вот общение с лошадью Оно помогает развить Независимость Потому что Ну согласимся Что конный спорт Верховая езда Это довольно редкие В наше время увлечения И то есть если например Где-то в компании Говоришь да Вот я там езжу верхом У меня там есть лошадь То есть это уже к тебе Какой-то интерес показывает Еще плюс к тому Что люди когда смотрят На человека на лошади Они не видят в нем больного человека Они видят просто всадника Они видят что человек Вот человек на лошади И вот эта вся инвалидность Которая может быть видна на земле Или там вот он сидит Или разговаривает Или что-то На лошади ее просто не видно И соответственно Уже в заключении скажу Что как происходит интеграция в обществе Ребенок ощущает меньше разницы Между собой и другими детьми Потому что он уже более уверен в себе Вот И опять же вот еще ценность какая Ипотерапии Ипотерапии Лечебной верховой езды Вообще рекреационной верховой езды В том что Придя на конюшню Надо Лошадку Дайте ей угощение Может быть там Поучаствовать в чистке Ну кто что может Да чистка Седловка Это все приучение к труду То есть сейчас мы сталкиваемся с тем Что дети наши Они Нам Средством массовой информации Да вот это все пропагандирует Потребительское отношение Дай Дай Здесь ты пришел на конюшню Прежде чем сесть на лошадь Надо о ней позаботиться Да надо ее почистить Надо ее поседлать Надо вот это Вот это То есть И подсознательно уже человек понимает Чтобы что-то получить Он должен что-то вложить И немножко расскажу про КСК Кентавр КСК Кентавр В чем уникальность нашего проекта Который мы представляем Можно следующий Уникальность проекта Эквилибриум Она состоит в том Что мы используем Комплексный подход То есть мы Используем эволюцию От лечебной верховой езды До занятий Паралимпийским конным спортом Вы пришли к нам заниматься Вы посмотрели Что может быть Ваш ребенок Желает заниматься дальше Или еще что-то У нас есть возможность Учить Паралимпийской выездке Паралимпийскому конкуру У нас есть специалисты Дипломированные Проблемы Конечно у нас мало лошадей Но это все решаемые проблемы Да То есть У вашего ребенка Есть возможность Сделать Ну не сказать карьеру Да Но возможность Другой жизни С участием В соревнованиях Международного уровня То есть это вот Не пустые слова Это на самом деле То есть мы знаем Очень много примеров Вот Немножко расскажу вам Про многократного Олимпийского чемпиона Ли Пирсона Да Ли Пирсон Это английский спортсмен Он родился У него врожденный Агрогриппоз То есть это Недоразвитие Рук и ног То есть Когда мышечная ткань Заменяется соединительностью То есть фактически У него только туловище И он ходит на костылях И все Вот И Ли Пирсон Ему мама все время говорила Ты не особенный Ты такой же как все И у его дедушки была ферма Где были лошади Его братья занимались На этих лошадях И он сказал Почему я не могу В итоге Когда он вырос У него были Такие два варианта Либо он всю жизнь Работает в магазине Пакует товары В мешочки Либо он выступает На соревнованиях И добивается Какой-то своей цели В результате Он выбрал второе У него сейчас Свой конный центр Он заезжает лошадей Он едет Лучше здоровых садников Но это я вам рассказываю Такой конечно Пример Это единичные личности Такие харизматичные Которые вот это все Вложили в достижение Своей цели Но для детей Инвалидов В нашей стране Это очень хороший вариант Развития дальнейшей жизни То есть уже Когда ты действующий спортсмен Паралимпиец На тебя смотрят Совсем по-другому И сейчас в нашей стране Это все развивается Путин дарит часы Я не знаю Машину там все То есть в какой-то момент Я думаю Что наши конники Тоже начнут занимать Места первые На соревнованиях Международного уровня Вот программа Эквилибриум Сейчас Я немножко вам хочу сказать Мы сейчас получили Грант Федеральную субсидию И до конца Декабря Мы можем заниматься Бесплатно То есть если кто-то Желает Пожалуйста После презентации Вы подойдите Возьмите визитку И позвоните по телефону Мы возьмем вас заниматься Только нам нужно будет Включить вас В график занятий Вот То есть это все реально Все возможно Вы попробуйте Вам понравится Не понравится А вот как снова Года будет Будем думать Будем смотреть Может быть что-то Как-то еще нам удастся Получить какие-то деньги Потому что мы занимаемся Так полностью бесплатно Мы если Когда-то и берем деньги Это только на содержание лошадей Потому что Содержание лошади Стоит 10 тысяч рублей Это только аренда Денька Ну корма Ну корма Аренда Денька То есть это все Приходится нам платить Из своей зарплаты То есть вот Просто это не то Что мы там наживаемся На чижой беде Или что-то Это реалии Нашего времени Сегодняшнего И цель программы У нас три блока В программе Значит первый блок Это реабилитация Социальная адаптация Последствия Конной терапии Ипотерапии Лечебной верховой езды Второй блок Это повышение Уровня самооценки И социальной интеграции Адаптация За счет паралимпийского Конного спорта Программа Специальная олимпиада Специальная олимпиада Это программа Для людей С ограничением интеллекта И дальше Мы проводим Информационную поддержку На таких мероприятиях Как это Мы стараемся Донести до людей Не только идеи Паралимпийского движения Но и Изменить отношение Общества К тому что инвалиды Это люди второго сорта Мы говорим Это люди С равными возможностями И в нашем клубе Мы всем предоставляем Безграничные возможности Для развития И вот Немножко Так чисто Такой рекламный текст Клуб Кентавра Был создан В 2009 году Мастером спорта Светланы Валентиновны Смургиной Вот пожалуйста Поприветствуйте Славу Валентину Светлана Валентиновна Занимается На самом деле По терапии Лечебной верховой ездой В течение уже Более 13 лет Когда в России Первый раз появился Вот этот вот Вид деятельности Это был 99 год И уже в 99 году Она подготовила Три прекрасных спортсмена Которые заняли призовые места На чемпионатах России И соответственно Вот этот случай С Даней Гришечкиным Который 6 лет Занимался И все-таки Как-то дозанимался До того Что у него Улучшилось здоровье То есть у нее Опыт очень-очень Большой Именно занятий С людьми С людьми С ограниченными Возможностями Все сотрудники клуба Все тренеры клуба Имеют профильное образование Психологическое Педагогическое В области Физикультуры Спорта Биологии То есть здесь Вы как бы Будете в надежных руках У нас есть два Консультирующих врача Невролога Есть связь С кафедрой Лечебной физкультуры Медицинской академии То есть мы Стараемся все поднять На очень высокий уровень Плюс еще У нас есть Постоянная связь С международными экспертами Мы имеем Тренера-консультанта Из Англии Лицензированного Потому что Эта деятельность По паралимпийскому Конному спорту В прошлом году Только стала лицензироваться И мы всегда Можем предложить Какие-то консультации С международным специалистом Конечно Если бы были средства У нас есть Прекрасная база Можно выезжать Можно заниматься Но К сожалению Это все в Англии У нас находится Дальше Ну паралимпийский спорт Еще нам дает Какую возможность Возможность путешествовать Возможность смотреть На других людей Возможность видеть мир То есть для человека Который в общем-то Живет в городе Ярославле В четырех стенах Это просто Это как другая жизнь Уже Паралимпийская выиска Немножко расскажу Паралимпийская выиска Входит в программу Паралимпийских их С 96-го года Это единственный Официальный вид спорта По которому проводятся соревнования Федерация международного Конного спорта ФИИ Она Единственная федерация То есть Почему у нас спорт прогрессивный Да, наша деятельность прогрессивна Потому что Федерация конного спорта Международная Это единственная организация Признавшая Конный спорт Паралимпийский Наравне с Конным спортом Для здоровых людей То есть у них Это две области Вдененные в одну Вот И соответственно Да, у нас Есть возможность Подготовки спортсменов Международного уровня Это Ну, если кто-то Индивидально хочет заниматься Это только, конечно Через спонсорство Потому что сейчас У нас такой возможности За свои деньги нет И вот еще Одно перспективное направление Паралимпийский конкур 10 лет мы занимаемся Паралимпийским конкуром Это соревнования По преодолению препятствий В мире Это только сейчас развивается Занимаются всего Три страны Англия, Франция И Германия Вот И поэтому Тоже очень перспективное Направление У нас И вот мы 15 сентября Провели Юбилейные соревнования На базе КСК Свеченске В Переславском районе По программе Специальные олимпиады Специальные олимпиады Это самый старый вид спорта Занимаются 68-го года Это мероприятие Для людей С ограничениями Интеллекта То есть Также мы В этом году Начали заниматься Мы сотрудничаем С Красноперекопским Психоневрологическим Интернатом Вот И Я думаю Что мы добьемся Каких-то результатов В ближайшее будущее То есть У нас За два месяца Уже Вот эти вот люди Очень ездят Прилично В общем-то Они боятся И как бы Качественно ездят Мы проводим праздники Вот здесь вот Перечень праздников Которые мы проводим То есть В год проводим Около Где-то 9-10 мероприятий Пожалуйста Приходите Есть сайт Есть Мы стараемся Как-то анонсировать Эти мероприятия Приходите к нам Мы находимся На улице Мостецкой На базе На базе ООО «Спорт» Это рядом с Конно-спортивной школой То есть Вы заходите на территорию Конно-спортивной школы И нам там звоните Потому что Вы Иначе первый раз придете Вы потеряетесь Потому что у нас там Четыре или пять конюшен Из которых две частные Вот То есть Таким вот образом Вот И как раз Вот мы проводили Праздник День физкультурника В августе И все были довольны И у нас было много народа То есть Ну прямо вот Это мероприятие Как раз для интеграции Потому что мы проводим Их вместе И с больными детьми И со здоровыми детьми Вот Вопросы есть какие-нибудь у вас? Вопросы? Нет? Хорошо Спасибо за внимание Мы ждем вас В 12.30